Друзья, примерно так в 90-х годах выглядела домашняя мини-музыкальная студия, в сердце которой была профессиональная звуковая карта от компании Tartal Beach – Binacle. Красивая длинная плата. Tartal Beach Binacle, как следует из названия, это вершина творчества от инженеров Черепашьего берега. Эта плата содержит в себе волновой синтезатор от компании Kurzweil с 4 мегабайтами сэмплов, они сжаты до 2 мегабайт. Также есть возможность расширить память с помощью 72-х ногих симов, максимальный объем – 48 мегабайт. Стоила эта плата 599 долларов на старте продаж, давайте ее как следует рассмотрим. Длиннющая плата с огромным количеством чипов, посмотрите какая компоновка, как выглядит это все шикарно. Но Черепашки, конечно, в свое время сильно постарались не только над музыкальной ее частью, но также над дизайном. Я думаю, мне хочется в это верить, что они прям рисовали это все, чтобы это не просто звучало, а чтобы это еще выглядело очень-очень круто. Давайте откроем инструкцию и разберем каждый разъем, каждую перемычку, что к чему. В комплекте к этой звуковой карте идет довольно толстое руководство пользователя, я предлагаю выборочно изучить самые важные моменты. Имеет смысл рассмотреть вот эту схему, как здесь все устроено, ставьте на паузу. Сейчас вы видите системные рекомендации, это IBM PC совместимый, 486DX2 с тактой частотой 66 МГц, Pentium рекомендуется, минимальная память 8 мегабайт, 16 мегабайт рекомендовано, свободное пространство 8 мегабайт, операционная система 3.1 Windows, 95 NT, 4.0, свободный ISO-слот, CD-ROM, высококачественную стереосистему. На этой схеме мы видим описание всех разъемов, довольно все понятно, за исключением GP1, GP2 и расшифровать бы J9. GP1 отвечает за цифровой вход-выход с помощью вот такой опциональной дочерней платой с планкой-выноской. Обратите внимание вот на эту схему, провод красный сверху. Вот таким образом. Перемычкой G9 можно выбрать режим Plug and Play, либо настроить базовый адрес карты. Перемычка GP2 отвечает за микрофон, это либо аналоговый моностерео, либо конденсаторный. Далее книга нам рассказывает, как установить эту карту в слот. Установка драйверов в режиме Plug and Play, в режиме не Plug and Play, на более ранней версии Windows, на Windows NT. Рассказывает про заднюю панель, что куда воткнуть, и про программное обеспечение. Сертификат с датой от 17 октября 1996 года. Если у вас какие-то сложности с этой картой, вы можете позвонить вот по этому номеру или написать им на электронную почту. Пару слов про дочернюю плату. На самом деле это не просто плата, это целый набор. Набор Pinnacle Project Studio, который стоил на 100 долларов дороже самой платы. В этот набор входил редактор Petchy. Собственно, вот это плата цифрового интерфейса с планкой выноской. Дочерняя плата синтезатор Kurzweil. Программа Digital Archestrator. Миди кабель. И обучающая видеокассета. А, но еще было приспособление, которое позволяло использовать отдельно друг от друга цифровые микрофонные входы. Давайте ей все накинем на борт и будем подключать. Вставляем оперативную память. 32 мегабайта, 16 мегабайта. Максимальный объем. Дочерняя плата устанавливается влево. По направлению влево. Для того, чтобы поместилась у нас, ну, допустим, Yamaha. Такая вот длиннющая карта. Хотя, если мы используем там синтезатор Kurzweil, она меньше. Либо же вот такой Diamond. Посмотрите, как здесь вообще ни о чем. То есть, плата реально огромная. И планку выноску на цифровые вход-выход. Красным кверху. Плата готова к работе. При установке драйверов на эту звуковую карту у меня не возникло никаких сложностей, за исключением того, что мне пришлось отключить драйвер EMM386. Сами драйвера я скачал с сайта WagensDriver. Скачивается сразу пачка. Я выбрал версию 4.0.5, последнюю, ревизии F, потому что у меня звуковая карта именно этой ревизии. 1.37 МБ помещается на дискету. Устанавливают они два драйвера. Turtle Beach Pro Series Digital Audio и Kurzweil Synthesator. В MIDI-свойствах мы получаем основной синтезатор, который распаян на плате, на самой выход на дочку. И внешний MIDI-330 порт для использования уже тон-генераторов. С этой версией драйверов ставится программное обеспечение в виде аудио-микшера, из которого мы можем подчеркнуть, какие звуковые карты преобладали и в MIDI-дочке. Преобладали на тот момент Yamaha DB50XG, если у нас такова имеется. Но давайте её послушаем. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 карты Sound Blaster Pro и уже черепаха. Затем мы выбираем основное устройство воспроизведения Sound Blaster на MIDI поток, указываем, чтобы синтез уже шел через черепашку. В сетапе мы указываем две разных звуковых карты, General MIDI отыгрывает черепаха, а Sound Blaster уже звуковые эффекты и запускаем игру. Это ничего страшного, с ошибкой там. Вот у нас есть и музыка, и звук. Для примера покажу еще одну игру, например, Duke 3D. Также выбираем Sound Blaster, Sound Blaster Pro, адрес 220-й у нас по перемычкам, музыка, General MIDI 330-й порт. Соединил я, естественно, две звуковые карты просто джеками 3.5 на 3.5. Из черепахи вывел звук на линейный вход Sound Blaster и получилась вот такая вот совместимая тема. Пожалуйста, все работает. Для тех, кто прям сильно хочет заморочиться и получить звук в чистом DOS, я думаю, что моя теория должна сработать вот по какому принципу. Нам надо два компьютера. Один чисто на MS-DOS с играми, со звуковой картой, с какой-нибудь. Другая система на Windows, и вот эта черепаха в среде Windows 95-98 должна обрабатывать MIDI-поток, т.е. та звуковая карта с DOS выдает по джойстик-порту выход, MIDI-выход, здесь она принимает в MIDI-вход, обрабатывает с помощью какой-то там программы, якобы к ней просто подключена MIDI-клавиатура, вот принцип такой. Тут же она с линейного выхода подает ей в линейный вход, и получается, что та одновременно все это как микширует и уже выводит звук посредством вот этой MIDI-обработки с черепахи. Я думаю, что такая вот тема должна сработать. Я надеюсь, я доступно более-менее объяснил. Ну что ж, друзья, вот таким образом потрудилась у нас сегодня черепашка. Красивая, классная, длинная, профессиональная карта. Однозначно ей ставим лайк. На этом все. Всем пока!